Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава первой книги Парлипомэннена или книги Хроник. Ну и вот мы с вами читали в 21 главе для библейского портала экзегета и в переводе Российского библейского общества, как Давид принес жертву Господу на некотором совершенно непримечательном месте. Там было место для обмолота зерна некоторого ивусея по имени Урнан. Ну, просто в деревне, да, вот буквально чей-то участок. И когда за перепись он должен был принести жертву для того, чтобы остановить мор Господень как наказание за эту перепись, только я не буду повторять все то, что я в прошлый раз говорил к той главе, там долгое и сложное объяснение. Вот именно это место было избрано, причем не самим Давидом, а Богом, потому что ангел Господень явился Давиду именно на этом месте. Ну и кто понимает, что книга Парлипомэннен – это книга, которая сделана, в общем-то, кем-то из храмового священства, или левитом, или священником, мы не знаем, и она про храм. И тот человек, конечно, сразу скажет, ага, вот, наконец, у нас с вами появляется место для храма. То есть не какое-то особое место, где заранее хотели построить, а, что важно, это вот то самое место, на котором явился ангел. А во второй книге Парлипомэнена мы еще одну деталь про это место прочитаем. Именно там Авраам хотел принести в жертву Исаака. То есть это такое особое жертвенное место, избранное Богом. И храм, соответственно, будет стоять именно там, а не в живописном каком-то участке, не на живописном участке, не в центре столицы, не, я не знаю, там, у людных дорог, чтобы вот побольше народу приходило. Это то, что избрано именно Богом, в принципиальный момент. Тогда Давид сказал, здесь будет храм Господа Бога, и на этом жертвеннике израильтяне будут совершать все сожжения. То есть тот самый жертвенник, который был построен по случаю мора, поразившего Израиль. Давид приказал собрать всех переселенцев, которые жили в Израиле, и назначил каменотесов, чтобы они готовили камни для строительства Божьего храма. Ну вот он собрался готовить все, что нужно. Я напомню, что уже была его такая своеобразная беседа с Богом, когда он позвал к себе пророка и сказал, что хочет построить храм, но пророку потом было явление Господа, и Господь ему сказал, нет, Давид этого не сделает. Он запас железа для гвоздей, которые пошли на створки, ворота для крепежей, сколько меди, что сосчитать было невозможно. И кедровых бревен было без счета, ведь жители Сидона и Тира поставляли Давиду кедров изобилие. Сидон и Тир — два финикийских города, и обычно про Тир у нас идет речь, там царь Хирам, но в Сидоне тоже какой-то дружественный правитель, и, соответственно, они поставляют то, что на Ливане заготавливается, на Ливанских горах кедровые бревна, это недалеко от Сира и Сидона. И это самая ценная древесина. Давид сказал, мой сын Соломон еще молод и неопытен, а храм, который надлежит построить для Господа, должен быть самым знаменитым и великолепным на всей земле. Я должен все приготовить. И потому в конце своей жизни Давид многое приготовил для храма. Вот очень важный момент. То есть Давид готовит материалы для храма. Он не строит храм, но он участвует символически в строительстве этого храма. Он позвал своего сына Соломона и заповедал ему построить храм для Господа, Бога Израилева. Царь Давид, но Соломон должен быть его наследником. И здесь, кстати, в отличие от царств, довольно долгая и сложная история, когда Соломон наследует Давида, здесь уже как бы это всем ясно. И было, конечно, от Бога пророчество о том, что именно сын Давида, и явно подразумевался Соломон, будет одновременно и сыном Бога, и построит этот храм. Так сказал Давид Соломону, сын мой, я хотел сам построить храм для имени Господа моего Бога. Для имени тоже очень важный момент, что строится не для Бога. Для Бога это как дом получается, где Бог сидит внутри. А вот имени, то есть для его присутствия среди израильтян, для его славы. Но ко мне было слово Господа. Ты пролил много крови и вел немало войн. Не ты построишь дом для имени моего, потому что ты пролил много крови предо мной. Собственно, в пророчестве не было этого мотива. Давид его то ли сам восстановил, скажем так, из контекста, то ли что-то еще отдельное ему было сказано. Но принцип какой, что Давид проливал человеческую кровь. Пусть эти воины были, допустим, справедливыми. Пусть он был человеком, который делал это, скажем так, не по своему желанию, а в силу внешних причин. Но все равно воинственность и убийство, пусть даже убийство, не представляющее собой греха, это не что-то такое, что совместимо с строительством храма. Не ты построишь дом для имени моего, потому что ты пролил много крови предо мной. Но у тебя родится сын, и он будет вести мирную жизнь. Я буду защищать его от всех врагов, которые его окружают. И, соответственно, не будет нужды в войнах. Его имя будет Соломон. В пророчестве этого тоже не было, здесь Давид уже отождествляет. Я дару Израилю мир и спокойствие во время его правления. Он построит храм для имени моего. Он станет мне сыном, а я ему отцом. Я навеки утвержу его царский престол в Израиле. Ну вот, соответственно, так это все и будет дальше. Так пусть будет Господь с тобой, мой сын. Тебе будет сопутствовать успех, и ты построишь храм Господу твоему Богу, как он и обещал. Пусть он дарует тебе мудрость и разумение, и поставит себя править Израилем и влюсти закон Господа твоего Бога. Тебе будет сопутствовать удача, если будешь соблюдать и исполнять установление предписания, которые дал Господь через Моисея Израилю. «Будь твердым и стойким, не бойся, не страшись». Тоже интересно, что Иисус Новин получил в свое время вот такие именно предписания от Господа. «Не бойся, не страшись». И они повторяются с Соломона. Но Иисус Новин ввел народ на войну, а Соломон восстанавливает храм. То есть это совершенно другая история. И тем не менее она здесь присутствует. Вот эта фраза «Не бойся, не страшись». Значит, это не только про войну, это вообще про жизнь в вере. «Несмотря на все трудности, я запас для Божьего храма, сто тысяч талантов золота, миллион талантов серебра и столько меди и железа, что и сосчитать невозможно. Я заготовил бревна и камни, а тебе придется собрать еще больше. Есть у тебя и множество работников, каменотесов, каменщиков и плотников. Все они знатоки своего ремесла». Ну вот, соответственно, он создает материальную базу, что называется. От него только действие требуется. «Золото, серебра, меди и железо у тебя без счета. Действуй и доводит с тобой Господь». Давид приказал всем предводителям Израиля, чтобы они помогали его сыну Соломону. «Господь ваш Бог с вами. Он даровал вам мирную жизнь повсюду. Он отдал в мои руки всех жителей этой страны. Она покорилась Господа и его народу. Так устремитесь всем сердцем и всей душой Господу вашему Богу. Постройте святилище Господа вашего Бога и перенесите ковчег Господнего договора и священную Божью утварь в храм, который будет построен для имени Господа». Ну вот, соответственно, важно, что в этом участвует не только Соломон и какое-то количество нанятых им людей или его собственных слуг. Важно, что это действие всего народа. И вообще-то про Давида больше ничего толком и не сказано, но раз храм выступает на сцену, раз храм становится центром нашего повествования, значит, готовимся узнать, что будет связано с этим храмом. Ну и, конечно, будет много списков, потому что люди есть главный ресурс, и в частности, те люди, которые служат в храме. Продолжение следует...